книга открытым оком тема объединения том 19 вопрос 3342 поиграем воображение если бы вас пригласить в согласительную комиссию с первого дня и дали вам решающий голос то как бы пошел процесс объединения отвечает Игнатий Тихонович Лапкин столько же они времени зряшно потратили ужас и все их доводы оспариваются той или другой стороной они какие-то компромиссные решения пытались выносить рекомендации с учетом конечной пристани быть вместе во что бы то ни стало причащаться из одной чаши я бы как раз наоборот все сделал решение вынес бы в течение одного часа и комиссию распустил бы на распыл с указанием чтобы в течение двух дней причастились все члены комиссии вместе сначала в МП а на другой день в РПЦЗ они же как слепок с одного мертвеца совершенно ничем не отличаются а все эти указы Тихона действительно потеряли силу и дать полную свободу всем поделить поровну по шариковски всем еженедельно прочитывать новый завет течение одной недели и так до срока объединения и начать подлинное оглашение везде труд по слову Божию а для этого пойти к баптистам и взять настоящие уроки миссионерства и нести слово истины в народы они же вот что измысливают цитата вся заграничная церковная организация считала и считает себя до ныне учреждением чрезвычайным и временным которое немедленно должно упраздниться по восстановлении нормальной общей и церковной жизни в России еще цитата православная церковь есть наследие христово сохраняет господь и малая суденушка церкви именуемой зарубежной отпрыск некогда внешне величественной церкви русской возродится церковь на родине тогда вернется и это свободная ее часть в ее лона соборность и церковное сотрудничество о жизни о вере о церкви джон дарвиль 1976 год страница 218 уже более 15 лет восстановлена нормальная церковная жизнь в россии 15 лет тому назад стало возможным возобновить непосредственный контакт с центральной церковной властью в россии более 15 лет официально упразднена в россии безбожная власть поэтому если мы считаем указ номер 362 канонической основой нашей русской зарубежной церкви и руководствуемся нашим же положением мы обязаны пойти в контакт с высшей церковной властью в россии то есть с русской православной церковью московского патриархата цитата комиссия проделала огромную работу и с достоинством представляла нашу зарубежную церковь толкует о нормальной церковной жизни понимая под этим открытие храмов и монастырей обилие чудес и мощей нормальная же жизнь жизнь только во христе по святому слову божию слова нормально вообще отсутствует в библии но зато этим словом переполнен лексикон болвашек солдат на любой вопрос о службе у них один единственный на всех ответ нормально нет в библии слова норма чтобы уразуметь смысл сказанного о нормальной жизни нужно зайти в любой храм и затем прочитать очень медленно с рассуждением по каждому стиху деяния апостолов и ты сделаешь вывод только один создана совершенно новая религиозная организация не имеющая обоснования на страницах библии прокисая 30 глава 1 стих горе непокорным сынам говорит господь которые делают совещание но без меня и заключают союзы но не по духу моему чтобы прилагать грех ко греху евангелие то она 15 5 я есть молоза а вы ветви кто пребывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не можете делать ничего каким бы умницей не становился каждый но все и вся предусмотреть нельзя то где-то что-то ненароком скажешь и чувства покаянные как стрелами пронзят ты не один напустит кто-то дым а дом не на отшибе и не на одного вопят невинные мы с пьяницей горим и к вечеру глядишь уже нажил врагов есть правила инструкции уставы как перейти дорогу или жизнь где дети есть куда утюг поставить чтоб не низвергся на ребенка вниз мы изощряемся чтоб обхитрить воров грабителей объехать обойти суметь безвредно проскочить под кров восстать бы в пять минут без двадцати пусть море мудрости накрыло соломона но член его истреплет словно щепку когда он чресло к женщинам наклонит случается такое с нами и нередко а где же мудрость знания и опыт они попятились отвергнуты забыты и на отбеленном лохматится лишь копоть ссор на поверхности у решета и сита давид об этом с крыши возглашал хотя и сам низвергся с этой крыши не будь как конь несмысленный лошак который под уздою пеной брызжет напрасно бодрствует кто город охраняет и у строителя не выстроится дом когда сам бог не благоволит быть няней не сохранит и все уйдет на слом вот мудрость главная и ей приобресть она бессмертно истинно чиста молитвенно взирая на голгофский крест любить и слушать господа христа 10 декабря 2006 год игнатий лапкин Prosecutника Продолжение следует... КОНЕЦ